В Киеве в эти минуты сторонники Саакашвили готовятся к обороне палаточного городка. На вторые сутки трагикомедии под стенами Верховной Рады все больше становятся похожи на триллер. Ночью полиция попыталась задержать Саакашвили, но ворвалась не в ту палатку. О происходящем в Киеве Александр Романов. Уже привычный для Украины избирательный подход к свободе прессы. В аэропорту Борисполь развернули съемочную группу грузинского Первого канала. Без объяснения причинам сказали лететь обратно в Тбилиси. Нервно реагировать на гостей из Грузии украинские власти начали из-за Михаила Саакашвили. Он как по волшебству выходит невредимым из всех неприятностей, которые ему пытаются устроить. Вчера силовики позорно не смогли удержать его под арестом, а потом не исправились, когда бывший президент Грузии затеял марш к Верховной Раде. Миша! 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 Его снова попытали взять рано утром в палаточном ладере. Но силовики сначала перепутали палатку, вломились не туда, а потом и вовсе были вынуждены отступить. Но достаточно люди не дрогнули. Хотели прорваться, но люди не дрогнули. Раненые есть с обеих сторон. На полицейских пошла превосходящее числом и, кажется, хорошо вооруженная толпа. И от идеи тайком увести возмутительное спокойствие пришлось отказаться. Миша! 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 И это, кстати говоря, странно. Сторонники Саакашвили, не таясь, который день подряд стаскивают в центр Киева арматуру, топоры, покрышки, а против них отправили пару десятков полицейских с дубинами и баллоном слезоточивого газа. Возникает вопрос, все же не смогли арестовать или не особо хотели. Президент Порошенко в своем твиттере призывает на голову опасного противника громы и молнии. Армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу. Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества. Но по факту этот самый отпор выглядит вот так. Через сайт МВД его объявили в розыск. Хотя что его искать, он вроде бы и не скрывается. Например, его супруга, гражданка США Сандра Руловс, отыскала мужа безо всяких проблем и уже днем стояла рядом с ним на митинге. Это только начало Порошенко. То, что сделал вчера Порошенко, это начало его конца. Сейчас в Киеве затишье. Новые акции намечены на более поздний вечер. А, например, Порошенко в столице нет. Он предусмотрительно отбыл во Львов на День защитника Украины. Александр Романов, Известие, специально для РЕН-ТВ.